Как только я в своем ролике упомянул, что могу вам сделать видосик про творческую самоорганизацию и не только творческую, сразу же вы завалили меня кучу сообщений про то, что сделай быстрее, не знаю как жить, а тут еще и карантин объявили, и как раз у вас будет отличная возможность попрактиковаться во всем, что я сегодня расскажу. Здрасте, вы на канале Сейна. Для удобства усвоения всей херни, что я собираюсь на вас вывалить, этот ролик разбит на пункты. Первый пункт. Вдохновение, вещества и талант. Говно для лохов. Не делайте это, не трогайте, фу, бяка, руки убери. Года три еще назад я делал ролик про то, почему таланта не существует, спрашивал там разных творческих людей. Сейчас скажу гораздо короче. Вам, есть у вас талант или нет, это никак не поможет. В любом случае, любые вот самые успешные творческие и нетворческие люди, они все неимоверно много старались и задротили, чтобы достичь результатов, которых они достигли. Они потратили огромное количество времени, усилий, кучу раз себе разочаровались, кучу раз вставали вот с колен, и все вот эти вот мотивационные штуки, все вот это вот они тысячу раз перепрожили, вне зависимости от того, сколько у них таланта было, у кого вот они в семье родились, какой у них там цвет кожи, разрез глаз, сколько их хвалили в художке в детстве, или там отдавали, не отдавали их в художку, вообще не важно. То же самое относится к веществам. Любые тяжелые наркотики убьют вас быстро. Легкие наркотики будут убивать вас дольше, но с ними создается иллюзия, как будто творчество вот закладывается у меня в бухлее, или в том, что я накурился и я творческий, но в действительности это абсолютно тот же мозг. Косяк не написал еще ни одной песни самостоятельно, ровно как и бутылка водки. Да, ни одна песня Ленинграда не написана непосредственно алкогольным напитком. И Сектор Газа тоже. Это все люди. Танцы после курива, это гайф. Ваша задача как творческого человека приводить себя в эти состояния. И опять же, любому профессионалу, который занимается своей работой как ремеслом, скажите ему про вдохновение. Скажите про вдохновение сценаристам, у которых есть дедлайны. Скажите про вдохновение фотографам, у которых там 10 свадеб в июне. Скажите про вдохновение операторов, которые там на сменах подыхают, и у них очень четкая раскадровка. Вот у них арендовано во вторник на Гаити там кран и огромная съемочная команда, и им нужно прийти и всем этим управлять. Вот он с утра проснулся, а ну вдохновения нет, пошли все нахуй. Ну конечно, да. Все это просто отговорки. Если вы не в настроении, поймите как вести себя в настроении. Поймите от чего зависит ваш вот этот вот волшебный настрой, и либо организовывайтесь так, чтобы настрой был, либо просто забивайте хуй и работайте. Найдите как работать так, чтобы вам было приятно и продуктивно. Это может быть и время дня, и место. Опять же, если вы творческая натура, да и в принципе любой человек, ему нужно окружить себя личным своеобразным комфортом. Найдите как именно вам комфортно работать и работайте. А если вы не можете создать комфорт, работайте в дискомфорте. Дело в том, что вам в любом случае придется. Это полезный скилл, и либо вы будете работать в дискомфорте всегда, либо вы будете работать в дискомфорте какое-то время, и потом за счет своих успехов сможете прийти уже в комфорт. Но сейчас забудьте об этом нахуй и работайте с чем есть. Второй пункт. Если вы хотите освоить какую-то вот такую творческую дисциплину, или просто хотите заниматься чем-то на прям серьезном уровне, хотите обходить всех вокруг вас и становиться действительно ценным, крутым специалистом, автором и так далее, то вам нельзя отдыхать ни одного дня. Это не значит, что вам нужно батрачить просто как раб на галерах. Это значит, что ваш день не должен проходить без какого-то профита в вашу копилку. Это может быть как лекции по вашей теме, так и интересный найденный новый автор, которого вы смотрите. Даже блогер по вашей тематике, которого вы нашли и тратите весь день на видосы от него, но это опять же по вашей теме, это развивает вас как специалиста или как автора, то это полезно. Ищите документальные фильмы, когда сидите дома, делайте какие-нибудь заготовки, смотрите как работают другие люди, пробуйте применить их метод на себя, ищите какие-то смежные штуки, которые связаны с вашей, и пробуйте осваивать их. Узнавайте как работает кухня в вашей сфере и в смежных сферах, это все полезно. Главное, не дайте ни одному дню пройти без этого. И вот только не надо тонуть в отговорках, мол, я ничего не могу найти, на ютубе одни деграданты, это неправда. Вот, например, потрясающий канал Лень Тервью. На нем есть несколько интервью с историками, где те раскрывают такие темы, о которых ваши школьные учителя даже боялись бы подумать. Или, например, интервью с первым человеком, который был осужден и отсидел по болотному делу, надеюсь вы знаете, что это. И вдогонку на днях у них выйдет первая часть интервью с настоящим ветераном русской рок-музыки. Мэй Лиан выпустил самую первую школу игры на электрогитаре аж в 93-м году, и именно опыт таких людей вам нужно впитывать литрами. И делать это можно, пока вы обедаете или убираетесь в квартире. Ссылка в описании, добавляйте эти видосы в закладки и наполняйтесь каждый день. Первое время это может быть вам непривычно, но после этого даже ваша ютуб-лента составится целиком из видосов, которые будут так или иначе вас развивать. И знаете, с тем, что каждый твой день прошел хотя бы чуть-чуть не зря, хотя бы вот что-то в нем было полезное, это очень греет душу и действительно приятнее жить становится. Третий пункт я назвал «Нельзя найти себя», но когда я его писал, я решил, что мысль нужно немного раскрыть, сейчас все по порядку. Очень многие люди думают, что вот нужно выбрать какую-то сферу деятельности, и это навсегда, это вот все, это просто фатум вообще. У нас в принципе как-то в России так сложно, что ты вот несешь свой крест. Вот очень многие они воспринимают в том числе будущую свою работу как просто вот страдания, которым им нужно терпеть вот по праву рождения. Ну надо терпеть и все. В действительности жизнь многогранна, и несмотря на то, что она короткая, за нее можно успеть множество всего. Поэтому прекратите париться о том, что составляет ваше призвание, и просто делайте то, что вам интересно в данный момент. Если вам интересен в данный момент там скейтбординг, а не шахматы, ну что ж, завтра будут интересны шахматы. Пока скейтбординг, развивайтесь в этом. Суть же в самом наличии развития, чтобы вы продолжали изучать, копаться, осваивать новое, понимать и раскрывать вот мир для себя через интересную вам сферу. Потому что если вы будете, не, ну я не буду это делать, это же мне потом в жизни не пригодится. А вот это вот я может возьму, но это мне не особо интересно. Вот пока вы стоите и вафлите, вы время проебываете. Лучше занимайтесь, а потом когда поймете, что уже готовы заниматься следующим, то переходите туда. Но здесь наверняка встает вопрос, а как понять, что мне нравится, чем мне заниматься, и вообще всем таким. Просто так на это не ответишь, и поэтому я предвосхитил ваши вопросы, и уже вот в этот же день, когда я снимаю этот ролик, я снимаю ролик про то, как определиться, найти себя, найти чем заниматься, не сидеть вот в этой бесконечной яме. Поэтому возьмите прямо сейчас, поддержите ролик лайком, комментом, репостом, всем чем можете. Комменты лучше из нескольких слов не надо писать просто, а-да-да, это не работает, YouTube воспринимает это как спам. Вот, поэтому напишите нормальные комменты, вот правда, что думаете из нескольких слов, например, спасибо, братан, вообще от души. И будет хорошо, ждите следующей части. Переходим к четвертому пункту. Он называется график список распорядок. Хватит жить как неорганизованное чмо. Я знаю, что очень многие так живут, и зачастую этот принцип заимствуется в том числе у родителей, потому что очень у многих из наших родителей главный род деятельности это их работа. То есть их день выглядит так, что они встают на работу, едут на работу, приходят, и дальше просто у них есть какие-то вот дела по дому, которые им надо сделать, и все остальное время они отдыхают. В случае, если вы хотите заниматься творческой деятельностью, или опять же быть каким-то специфическим специалистом, вам нельзя так делать ни в коем случае. Так как у вас нет вышестоящего начальства над вами, и ваш график, и ваш план работ никто кроме вас не сформирует, подобная херня вас погубит. Поэтому, если вы готовы и способны жить по ежедневнику, то составляйте себе непосредственный план на каждый день, в духе, во столько-то я там делаю то-то, во столько-то то-то, тогда то-то успеваю, но мне, например, так жить совершенно не нравится, я так не могу, и по часам мне день расписывать неудобно. Поэтому я работаю по принципу to-do листа. То есть у меня есть листы, в которых расписаны конкретно мои задачи. То есть, например, мои задачи по блогу, мои задачи там по учебе, и задачи из категории разные, которые там просто нужно сделать. И по ним расписаны дедлайны. И таким образом, каждый день я вот встаю с утра завтракаю, и с первым сонным глотком кофе, мой взгляд падает как раз-таки на задачи, которые мне нужно выполнить. Я смотрю те, которые горят, или те, которые мне приятнее сделать. И после этого их выполняю. Таким образом, у вас не создается завала из дел, которые потом нужно судорожно разгребать, и в итоге ненавидеть себя. За то, что ты все просрал. Только не нужно это сделать, там положить под подушку, и потерять потом этот листочек. Нет, повесьте этот листок на самое видное место. И важно, осознавайте кайфовость того, как вы вычеркиваете оттуда что-то. Поэтому, если у вас есть какие-нибудь небольшие задачи, условно там, подстричь когти коту, заказать ту самую хрень на Алиэкспрессе, которую давно хотел, или закрутить наконец-то какой-нибудь там неудачно расположенный болтик дома, напишите это в список. Вы лучше в какой-то момент такой, о, свободные 5 минут, сейчас это сделаю, и с кайфом вычеркнули. И в том числе, таким же образом, расписывайте свои творческие задачи. Если за какую-то вещь вы боитесь сесть, она кажется вам необъятной, разбейте ее на 10 разных пунктов, или на 153, вот сколько вам нужно, настолько и разбейте, чтобы вы каждый день могли, сделав не очень много, не заебавшись в усмерть, а именно просто комфортное для себя время поработав, взять и вычеркнуть пунктик, и понять, что вы сегодня продвинулись, что у вас сегодня был прогресс. Это ощущение, это ваш главный двигатель. Пятый пункт. Хватит забивать на здоровье. Давайте так, все мы какой-то херней грешим. Есть банальные штуки, там алкоголь, курение, всякая вот такая штука, не перебарщивайте с этим, но дальше идут штуки самые болезненные. Режим дня. Сон. Нет, не нормально, что вы ложитесь в 4 утра и встаете в 3 часа дня. Нет, никакие совы, жаворонки и прочее это не могут оправдать. Нет, и с этим режимом вам потом не станет жить удобней. Нет, это никак хорошо на вас не отразится. Короче, нет этому оправданий. Вам просто нужно начать нормально вставать. Двигайтесь к нормальному графику постепенно. Начинайте вставать сначала в 12, потом в 11, потом в 10 и так в итоге уменьшайте, дойдя до своего минимума. Не нужно спать по 6 часов, потом по 12 часов. Спите в идеале по 8 часов, но ни в коем случае не меньше 6. Когда вы будете вставать с утра в нормальное время, будете жить по своему расписанию, а никогда вас мать природа разбудила, то тогда вы и будете чувствовать себя гораздо организованнее. И когда у вас выделяется вот это вот время с утра, которое вы сами организовали, оно так и берется под руку его самостоятельно занять. Таким же важным шагом в самоорганизации должен быть либо отказ от переедания, либо отказ от недоедания. Почти все этим страдают. У нас половина людей пережирает, другая половина недожирает. У меня очень долго был период, я помню, когда я к ЕГЭ еще готовился, я приходил домой, весь день там был в школке, почти ничего не жрал, иногда не завтракал, то есть я просто весь день ничего не жру, и после этого прихожу домой, делаю себе макароны с сосисками, и съедаю, блядь, всю сковородку. Вот так не надо! Это тупейший образ жизни, и в итоге именно вот такой вот тупой образ жизни дает вам в условные 40 лет пиздец, какие неприятные осложнения. И мало того, что это проявится потом, это проявляется на вас ежедневно, вы ежедневно гораздо хуже себя чувствуете из-за того, что питаетесь как придурок. Просто пытайтесь это прекратить, не обязательно даже вычитывать очень много каких-то советов вот в интернете, просто начните завтракать. Вот поделюсь опять же своей штукой, я начал жрать кашу, я раньше не завтракал вообще, я начал жрать кашу, я чувствую себя лучше в 100 раз. Первое время я чувствовал, что как будто это не я, потому что я абсолютно привык тогда не завтракать, но в итоге эта часть моей жизни, и также любые привычки за 30 дней становятся с вами настолько тесными, что ощущение, что вы никогда и не делали по-другому, что это уже часть вас. Поэтому наладьте режим питания и дальше думайте о своем здоровье. Из-за того, что вы кладете хер на себя, вы потом чувствуете себя хуже, соответственно, вы гораздо менее работоспособны, и начинается вот эта хуйня, ой, у меня не было вдохновения, ой, вот сегодня муза не пришла, ой, я просто нахуй спал 4 часа и питался исключительно в Бургер Кинге 2 дня. Да, слабость мне, наверное, с небес дана. Вчера нажрался, позавчера нажрался и сегодня нажрался. Чего ж мне плохо? Видимо, я не везучий. Шестой пункт. Скилл бесконечен. Если вам кажется, что вы уже вполне на уровне с своими сверстниками, если вам кажется, что вы уже обгоняете уровнем, там, вот, пласт индустрии, свой класс в музыкальной школе, неважно, вот те, на кого ориентируетесь вы в данный момент, если вы кажется, что вы их достигли или вы их обгоняете, значит, забивайте хер на эти авторитеты и ищите другие. Если вы понимаете, что вы уже выше или на уровне со всеми остальными, значит, вам срочно нужно искать, на кого еще ориентироваться. Вектор вашего качественного прыжка должен быть выше головы всегда. Если вы чувствуете, что подошли к вершине, значит, это полная хуйня, это обман сознания, всегда можно лучше, и революции во всех индустриях совершали люди, которые смотрели дальше, которые были на шаг вперед. Чтобы быть на шаг вперед, нужно с самого начала на него и ориентироваться. В итоге, это, возможно, не сделает вас, там, супергением, который обогнал прогресс всей планеты, но это, как минимум, сделает вам планку качества, что вы стабильно охуенные, потому что вы целите выше. Седьмой пункт. Ищи свою нишу и комбинируй. Не нужно ставить перед собой задачу в духе «выдумай новый цвет». То есть, когда вы хотите создать что-то оригинальное и свое, не нужно ставить в себя вот это положение «срочно выдумай что-то необычное», и у вас, блядь, мозг начинает замыкаться, потому что сам вопрос поставлен неправильно. В действительности, очень много из того, что мы называем новым и прорывным, это была смесь чего-то старого. То есть, люди, которые увлекались серфингом, изобрели скейтбординг. Понимаете, о чем я, да? Как правило, у всего были корни, которые, понятно, что это были корни, только когда уже смотришь на это в исторической вот панораме, а так и не думаешь, что в этом была какая-то связь. И ровно так же вы, как автор и человек, который пытается создать что-то новое, пытаетесь понатырить из разных областей, смешать то, что до этого не смешивали. Условно, огромное количество нынешних крутых стрит-арт-художников, они смешивают свои навыки, полученные на улице, и там просто опыт, позаимствованный у других уличных граффитистов, смешивают его с опытом работы профессиональных художников. То есть, они там получили какое-то образование в художке и угорали по граффити. И бац, в итоге, именно вот в соединении рождается новый крутой стиль. Про подобных вот ситуаций в музыке, их просто бесчисленное множество, подходите с той же точки зрения. Если у вас есть вот какое-то своеобразное увлечение или своеобразное знание, пытайтесь присобачить к нему другое своеобразное знание, или, например, на свое своеобразное насадить трендовое, и получать вот эти ебанутые матрешки. Если у вас не получится что-то крутое, у вас получится эксперимент. Так или иначе, практиковаться лучше, чем сидеть на жопе и пытаться выдумать. Поэтому на брейншторме или вот это странное сочетание, давай его реализовывать. В следующий раз вы так или иначе эти наработки они даром не пройдут. В следующий раз вы их вспомните и научитесь на этих ошибках. Восьмой пункт это найди фокус-группу и коллегу. Это актуально для всех чуваков, которые делают какой-то творческий продукт. Почему? Потому что наша область ебанутся субъективная. Невозможно понять вообще нихрена. То есть, например, насколько хорошая песня, как, типа, как математически точно определить, это вообще невозможно. Это все субъективные понятия. И мало того, замыливание глаз это что-то, блядь, сродни проклятия. Это как в Рике и Морте, когда тебе дают способность, что на тебя вешаются все самые красивые телки района, но ты при этом импотент. Вот то же самое с творчеством и замыливанием. Ты создаешь крутые произведения, но при этом к моменту, как ты довел его до какого-то нормального вида, ты уже смотреть на него не можешь, просто ненавидишь. И ты вот сидел над чем-то несколько недель, выдрачивал это, выдрачивал, и в итоге ты смотришь и такой, блядь, да кому это надо? Просто потому, что тебе уже остопиздило на это глядеть. Вот, как это решать? Соберите группу из своих друзей, им самим будет интересно, люди обожают, когда спрашивают их мнение, поэтому соберите себе беседу ВКонтакте, которую назовете фокус-группа, и предупредите там чуваков, что ребят, я буду сюда скидывать свои работы, поэтому, пожалуйста, покидайте мне своих мнений. Так как эти люди, они будут со стороны, их мнение полезно, но оно не является истиной в последней инстанции. Это всегда интересно послушать, и иногда очень важно, но также найдите коллегу. Зачастую многие художники, они могут и не знать других художников их интересов, как я там, будучи видеоблогером, очень долго ни с какими другими видеоблогерами не общался, а очень зря. Найдите себе человека, который дрочится и каждый день страдает тем же, чем дрочитесь вы, потому что проблемы у всех схожие, и очень много недопониманий, с которыми вы сами ебанетесь пытаться справиться, многие через них уже прошли, и это вам очень сильно поможет. Так что не забывайте о том, чтобы сотрудничать. И последний закрывающий девятый пункт это fake it till you make it. Я давно упоминал это как fake it till you believe it, но здесь скорее уместно второе. То есть изображай, что ты умеешь, пока не будешь действительно это уметь. Знаете, на чем основывается уверенность, допустим, будущих там олимпийских спортсменов по плаванию в детстве, что они там крутые пловцы. В том, что им просто родители сказали, что у тебя отлично получается, и ты давай дальше фигач. Конечно, там есть, там данные, кто-то больше предрасположен, кто-то не больше предрасположен, но даже то, что вы сейчас любите и чем вы занимаетесь, оно у вас вот любимое, только потому, что в свое время вам сказали, что да все круто, продолжай заниматься, у тебя отлично получается, продолжай, продолжай, продолжай. Хотя в начале Ни у кого не получается, всем херово То есть, когда вы там в детстве в первый раз пели, вы хуёво пели Когда вы в детстве первый раз плыли, вы хуёво плыли И все всё делают хуёво, пока не начнут делать средненько И делают средненько, пока не начнут делать хорошо Абсолютно всё, чем бы вы не захотели заниматься Хоть там петь йодлем, хоть там рисовать каллиграфию Хоть ходить на руках, хоть решать там какие-нибудь сверхсложные уравнения Смотреть на звезд через телескоп Всё это можно освоить Вопрос только времени и стараний Поэтому главное найти то, что вам нравится И посвящать углублению и наращиванию скиллов максимальное количество времени Пишите опять же в комменты, если хотите ролик про то, как найти себя Заходите в мой закрытый паблик с шикарными советами Туда вход стоит 5 баксов на патреоне Ещё огромное количество интересных ссылок в описании В том числе мой шикарный инстаграм, камерный канал и многое другое Спасибо, что досмотрел, ты знаешь, ты кнопка подписки